Елена Мария де Костельви из Шелли родилась 16 декабря 1821 года, была дочерью Антонио де Падуа де Костельви и Фернандес де Кордоба, графа Костелло, и его жены Маргарита Шелли. В марте 1846 года испанский инфант Энрике, первый герцог Сивильский, был изнан из Испании, в связи с участием в восстании против монархии в Галисии. По возвращении из опалы он встретился с Еленой, у них завязался роман и они решили пожениться, однако королева не поддержала их брак, а потому пара бежала в Рим 6 мая 1847 года. По возвращению в Испанию супруги были изгнаны в Байонну, а затем поселились в Тулузе. В браке родилось 4 сына и одна дочь. Энрике, второй герцог Сивильский, Луис, Франциско де Пауло, Альберто, Мария дель Альвида. Только один сын Луис не дожил до совершеннолетия, на момент смерти ему было 2 года. Все остальные дети женились и имели потомство. 13 мая 1848 года инфантин Рике был лишен королевского звания и титулов. Его дети, рожденные в марганатическом браке, также были лишены титулов. В 1849 году он попросил прощения у королевы и получил разрешение вернуться в Испанию. Вместе с семьей он обосновался в Алья де Лиде. В 1851 году, но вскоре вынужден был вернуться во Францию. Позже, в 1854 году, он вновь вернулся в Испанию. Проживал в Валенсии, где у него родился 4 сын Альберто. А его второй сын Луис скончился вскоре после рождения Альберто. Энрике получил назад титул герцог Сивильского, но лишился титула инфанта. Елена Мария скончалась 29 декабря 1863 года, вскоре после рождения дочери Марии. Она родилась 28 ноября того же года. В 1869-70 годах Энрике опубликовал несколько памфлетов и статей, врожденных по отношению к его двоюродному брату Антуана, герцогу де Монпансье. Он вызвал герцога де Монпансье на дуэль, которая состоялась около Ла Фортуны в Олиганессе 12 марта 1870 года. На дуэле Антуан Орлеанский герцог де Монпансье застрелил Энрике, герцога Сивильского. Старший сын Энрике отказался принять 30 тысяч писет, которые герцог де Монпансье предложил ему в качестве компенсации. Энрике, который больше не носил титул инфанта, не мог быть похоронен в Эль-Эскариале, а был похоронен на кладбище Сан-Иссидро в Мадриде. Дети Энрике были приняты на воспитание его старшим братом Франсиско. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok